В 2016 году команда «Авто» выиграла грант в 100 миллионов рублей на создание ледовой арены в Екатеринбурге. Сертификат спортсмены получили из рук президента России. Еще более 700 миллионов рублей на строительство объекта было выделено из областного бюджета. А уже в этом году сертификат на новый спортивный объект привезла в регион команда «СКОН». Губернатор отметил, что место его размещения и концепцию также будут выбирать сами игроки. Создана вся линейка подготовки спортсменов, начиная с самого маленького возраста и уже в таких условиях, которые называются Академия Хоккея. После того, как выпускники Академии Хоккея будут дальше продолжать тренироваться, защищать цвета нашего клуба и не только клуба, я уверен, страны. Уже сегодня в микрорайоне «Солнечный» на юге Екатеринбурга построен спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами и шестиэтажным корпусом интерната, где будут жить талантливые хоккеисты на первом этапе из Свердловской области, а затем и из других российских регионов. Мы рассчитываем, что в этой Академии Хоккея смогут заниматься ребята не только из Екатеринбурга, из других населенных пунктов нашей области, которые не имеют пока возможности приехать и тренироваться с лучшими тренерами, то здесь у них созданы все условия для проживания, питания, ну и, конечно же, воплощения их мечты в игре. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал спортивный комплекс, открытый сегодня в Солнечном, памятником энтузиастам. А председатель Совета легенд ночной хоккейной лиги, олимпийский чемпион, заслуженный тренер Российской Федерации Александр Якушев, специально приехавший в Екатеринбург на церемонию, назвал открытие арены настоящим спортивным праздником. Свердловская область сегодня стремится называться территорией спорта и здорового образа жизни. Каждый год в наших городах появляются новые спортивные площадки, чтобы взрослые и дети могли заниматься любимыми видами спорта прямо рядом с домом. Всего на территории области создано 9,5 тысяч спортивных объектов. Работает 28 крытых ледовых арен, 6 из которых открыто в прошлом году.